В церковном календаре 7 родительских суббот Три из них приходятся на дни Великого Поста Почему такое внимание уделяется дням поминовений усопших именно в дни Великого Поста? Дело в том, что Великий Пост – это время особого молитвенного подвига для каждого христианина И молитве должно быть посвящено гораздо больше времени, чем в обычное время Что касается поминовения усопших в субботу, это не принадлежность Великого Поста только Вообще церковный устав, который устроен очень премудро и очень красиво святыми отцами Предполагает, что каждому дню недели соответствует свое священное воспоминание, свои празднования И так, чтобы человек мог в течение седмицы обращаться к Богу Исходя из особенностей церковного богослужебного устава Так вот, по уставу суббота – это всегда день поминовения усопших По уставу, скажем, нельзя в воскресную литургию включать молитвы об покоении усопших В частности, из упокойной их тенья по уставу не должна включаться в литургию воскресного дня Почему? Потому что молитве об усопших посвящена субботний день, день покоя И просто память об этом сохраняется И народ знает, что в субботу надо прийти помолиться о своих усопших Но на самом деле прийти в субботу помолиться о своих усопших можно в любой субботний день года Но поскольку пост у нас более отмечается нашим верующим народом Великий пост, чем все остальные То и мы знаем, что любой священник вам скажет Больше всего народу в течение года ходит церковь великим постом Все знают, что надо прийти, надо исповедоваться Есть такое старинное слово – поговеть, подготовиться как следует И причаститься к святых христовых тайн Даже до революции, когда причащались один-два раза в год Обязательно причащались великим постом И поэтому в нашей уже действительности люди помнят о том Что субботы великого поста посвящены молитве за усопших И приходят для того, чтобы помолиться о своих близких Почему так важно молиться за усопших? После того, как человек скончался, он уже не может ничего изменить в своей посмертной участи Только молитвы других людей могут помочь ему и облегчить его Именно поэтому мы призываем людей молиться И сами всегда молимся о наших усопших, о близких, о всех скончавшихся православных христианах Для того, чтобы Господь простил им согрешения, их вольное и невольное Мы говорим в молитве об усопших о том, что нет человека, который пожил бы и не согрешил Поэтому каждый из нас нуждается в молитвах И если пока мы живем на этом свете, мы можем сами молиться о себе Мы можем исправлять свою жизнь Мы можем загладить свои грехи покаянием и добрыми делами То после смерти мы это уже делать не в состоянии И мы можем надеяться только на молитвы других людей Вот почему мы говорим о том, что человеку после его кончины не нужны ни памятники, ни мемориалы, ни портреты, ни пышные обеды, поминальные Ничего абсолютно, кроме наших молитвов Вот поэтому мы молимся о наших близких, об усопших А как правильно надо молиться за усопших? Ну, во-первых, молитва за усопших совершается в церкви Повторюсь, в субботний день, в течение всего года совершается молитва Но она может быть и в обычные дни Это прежде всего, когда мы сами приходим в храм Когда мы сами обращаемся к Богу с молитвой Когда мы подаем поминания на проскомедию в алтарь О том, чтобы священник помянул на литургии Имена наших близких людей И когда мы стараемся, вот иногда говорят, как молиться за человека, за грешника Вот лучше всего, помимо того, что мы делаем в храме Еще и оказывать какие-то, делать какие-то добрые дела Подавать милостыню тем людям, которые в ней нуждаются Вот в памяти тех людей, которые нам дороги И о прощении грехов которых мы молимся Богу А надо ли посещать кладбище в родительскую субботу? Вы знаете, это вопрос о посещении кладбища Надо или не надо Вопрос, он родился уже из нашего сегодняшнего такого постсоветского бытия Это некое следствие нашего несчастного 20 века Который уничтожил очень многое Не только в церковной жизни, но и вообще в народной жизни Дело в том, что такая вот дилемма кладбища или церковь Она возникла только в Советском Союзе в 20 веке Потому что никогда в России, как, впрочем, и в других христианских странах Не было так, что кладбище существует без храма Поэтому, если мы возьмем, скажем, быт русской деревни Еще до начала 20-го столетия То все кладбища, погосты, тоже были при храмах Ну вот представьте себе, вот сегодня родительский день Или, допустим, Пасха Будет множество вопросов А вот можно ходить на Пасху? Нельзя ходить на Пасху в церковь и прочее Вот сегодня родительский день Мы пошли в свой храм приходской Помянуть своих родителей Отстояли литургию Написали записку Помянули Постояли панихиду Потом вышли из храма А вон там, на той дорожке Вот ваши родители Там бабушка с дедушкой Папа с мамой Еще кто-то лежит Ваши родственники Вот зайти к ним или не зайти? Как вы думаете? Конечно, зайти Конечно, подойти Перекреститься, помолиться, может быть Это нормально, это естественно Но сегодня мы знаем с вами, что возникает такая проблема Что храм находится в одном месте А кладбище находится Там 15 остановок на разном транспорте Да, и вот тогда возникает Куда идти? Или, или, или в храм Или на кладбище Ну, конечно, надо идти в храм А на кладбище уже, если есть время Если есть возможность, усердие и так далее Это вопрос такой Он связан с нашим вот нынешним состоянием Нашей церковной и народной жизни А может какие-то особые молитвы Стоит читать в эти дни? Они есть Они есть молитва словах И молитва об усопших Их можно читать не только в эти дни А всегда, когда есть усердие Когда есть желание помолиться о своих близких Спасибо, Владыка Пожалуйста До свидания До свидания До свидания, уважаемые зрители 26 февраля В Кафедральном Спасово-Изнесенском соборе Состоялось ежегодное епархиальное собрание Духовенства Симбирской епархии Его возглавил митрополит Симбирский И новоспасский Лонгин На собрании присутствовали Священнослужители из города и области В том числе благочинные И руководители епархиальных отделов Правящий архиерей Выступил с докладом В котором подвел итоги уходящего года Так, на данный момент В Симбирской епархии действует 119 приходов И два женских монастыря Всего в епархии служит 131 священнослужитель В 2020 году были образованы Новые благочиннические округа И теперь количество благочинений Увеличилось с 5 до 7 В прошлом году отошли ко Господу Несколько симбирских священников Участники собрания возгласили им вечную память Митрополит Лонген Ваше служение и за добросовестное исполнение своих обязанностей Я знаю, что совершать это служение Приходится в непростых условиях Особенно за пределами города В сельской местности Один священник окормляет, как правило По несколько приходов Порой до пяти Но в то же время Хотелось бы поговорить Не только о наших достижениях Но и о некоторых проблемах Которые, на мой взгляд, необходимо решить Для того, чтобы наше служение Богу и Церкви было ответственным И успешным Правящий архиерей Подробно остановился На обязанностях благочинных и настоятелей Согласно уставу Русской Православной Церкви Содержании работы Ипорхиальных отделов И подразделений Важной темой его доклада Стало совершение богослужения А также служение на приписных приходах Митрополит Лонген посоветовал Духовенству активнее Знакомить с содержанием богослужения Своих прихожан Я глубоко убежден в том Что прежде всего Вокруг правильного И хорошо организованного богослужения Формируется крепкий приход Слова Христа о том Что Царствие Божие Внутри вас есть Я как-то всегда прилагал К богослужению Воспринимая его Как попытку Воссоздания Царства Божия Не только внутри одного человека Но и той общности людей Которая составляет Церковь Правильное Устроенное богослужение На приходе Это когда прихожане Становятся не просто Зрителями и слушателями Но и участниками службы Далеко не все могут петь на клиросе Но практически все могут читать Если учить этому людей По возможности Привлекать их к участию В богослужении То они скоро начинают Понимать его И оно становится Для них востребовано Митрополит Лонген Напомнил настоятелям храмов О необходимости Огласительных бесед Для тех Кто желает принять Таинство крещения И венчания Отдельно владыка Лонген Остановился на проблемах Пастерского служения И задачах Руководителей Епархиальных отделов Пристальное внимание Архиерей посоветовал Обратить на информационную Деятельность приходов И благочиней Введение сайтов И групп в социальных сетях В завершении своего выступления Митрополит Лонген Еще раз подчеркнул Что главная задача духовенства Забота о душах людей На нашей русской земле Есть такие места Где церковной жизни Не было уже в течение столетия Где люди полностью утратили Не только правильные представления О церкви Но и о христианстве И просто о нормальной Человеческой нравственной жизни Столпом атеизма Пыталась сделать власть И симбирскую землю Церковь здесь особенно пострадала В советское время И наша главная задача Забота о душах людей Изменяются условия В которых служит духовенство Но суть священства От этого не меняется Это служение ради спасения людей Для Бога Ради вечности Никакие обстоятельства времени Не могут быть оправданием Для того, чтобы священник Мог снизить требования К самому себе Надо помнить всегда Что мы призваны быть Соработниками Богу Призваны на дело Божие Заключительная часть собрания Была посвящена Ответам владыки На вопросы духовенства Они касались работы Воскресных школ В период ограничений Из-за распространения Коронавирусной инфекции Владежного служения А также священнической практики Сергей Николаев Владислав Фролов Семирская метрополия Здравствуйте, дорогие братья и сестры Зачастую в быту Выражая ту или иную эмоцию Мы можем присовокупить К этому и имя Божие И это является Не совсем правильным способом Употребления имени Божьего Так как Господь Еще в Ветхом Завете Давая заповедь Мюисею Говорит о том Чтобы имя Божие Не упоминалось в суе Ибо Господь не оставит Без наказания того Кто упоминает имя Его в суе Что значит слово в суе? В суе значит напрасно Значит без смысла Поэтому когда имя Божие Употребляется в неправильном контексте Без духовного смысла Вне молитвы То это неправильное употребление Можно считать грехом Потому что является прямым нарушением Заповеди Бога Которая была дана человеку Следует более внимательно относиться К тому, как мы употребляем имя Божие Следует избегать самого страшного Чтобы имя Божие в нашей повседневной беседе Не стало словом паразитом И это конечно же является страшным грехом Имя Божие мы можем употреблять только в молитве И только в непосредственном обращении к Богу Либо в каких-то разговорах Где речь идет о чем-то духовном В противном случае все это, повторюсь Будет считаться грехом И нарушением третьей заповеди Которую дал Господь людям Здравствуйте, дорогие друзья Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы о вере И сегодня к нам поступил на почту такой вопрос Есть такое выражение Незнание закона не освобождает от ответственности Применимо ли оно к духовным законам? Если, к примеру, человек не воцерковленный И не знает заповедей Божьих во всех деталях Он же будет грешить в любом случае Равноценен ли его грех Греху воцерковленного человека? Дорогие друзья, все мы знаем Что голос Бога в нас – это совесть Поэтому в каждом человеке есть совесть И именно она регулирует Как человек относится к своим окружающим Близким людям, да и дальним тоже Которые встречаются на его жизненном пути Как относится к жизненным обстоятельствам И у каждого этот голос звучит несомненно И даже если человек не знает буквально заповедей десяти Не знает заповедей блаженства То в нас сокрыта эта великая искра Божия Тайна Божия – это совесть Поэтому в каждом человеке это есть совесть И Господь будет спрашивать нас в первую очередь Как с незнающего Если ты не знал о заповедях Божьих по совести А если ты узнал, окунулся в мир заповедей Божьих То, несомненно, Господь будет спрашивать По тому, сколько нам дано Как говорится, да Кому было много дано, с того много и спросится Кому дано было мало, тот будет и биен мало Исходя из Священного Писания Мы понимаем, что спрос с того человека Который не знал заповеди Он будет по совести А спрос с того человека Который был с заповедями знаком Он будет, конечно, с точки зрения вот этих заповедей Но мы помним, что Господь прежде всего Это милость, это любовь Если человек искренне имеет покаяние Даже если он и не знает десять заповедей Но в нем вот это чувство возгревается Что он делает что-то не так Творит что-то не так И вот это Господь приемлет Поэтому закон, он, конечно, ниже милости Божьей Ниже любви Божьей Превыше всего это Божья любовь Которая исцеляет, которая помогает человеку И которая возвращает человека на тот путь Который человек должен совершать здесь на земле Зрея к жизни вечной Здравствуйте, братья и сестры В наш адрес поступил вопрос Как выбирают крестного? Может ли это быть просто честный, добрый человек С высоким моральным и нравственным принципом Которые, я уверен, будут хорошим примером для моего ребенка Но при этом всем далекий от церкви Человек... Что такое... Что такие крестные? Да, то есть это по церковным называются восприемники Люди, которые воспринимают младенца от святой купели Для того, чтобы его наставить именно в христианской благочестии и вере Поэтому, когда человек говорит, что вот я выбрал хорошего Даже иногда до смешного доходит, что приводят там мусульманина И говорят, вот он будет крестным Но он не может быть крестным, потому что он не христианин А первая и главная обязанность христианина Это наставлять новопросвещенного, то есть новокрещенного в христианской вере Поэтому всегда были очень строгие требования к крестным Если мы почитаем с вами такие 17-ю век книги То там было очень все строго Человек, который не знал основных молитв Таких, как Отче наш, Богородица Дева, радуйся, символ веры Не знал 10 заповедей Он не мог быть крестным И это было всегда важным Потому что крестный, он становится свидетелем вот этого крещения Он становится свидетелем этого рождения Он становится тем человеком, который поможет в дальнейшем человеку укрепиться в этой вере И направить его на путь истинный И направить его к путем Царства Небесного Поэтому крестный всегда, это в первую очередь ответственность Слава Богу, это многие понимают И иногда даже отказываются от этой обязанности Потому что понимают, что я не могу привести человека к той ответственности Которую, не могу принять ту ответственность Которую хотят на меня возложить Поэтому все-таки, каким бы ни был добрым человек Каким бы он ни был честным Но для церкви всегда важен какой он христианин Если он добрый, ответственный И именно благочестивый христианин То церковь никогда ничего против не скажет Но если человек находится Не может наставить человека в духовной жизни Потому что сам еще не пошел этим путем Он не может быть соответственно И восприемником, крестом, отцом или матери Здравствуйте Брачные венцы Брачные венцы используются в таинстве бракосочетания Или венчания Их надевают на голову брачующихся Они имеют символическое значение Это и символ того, что создается некое новое малое царство Семья Ада Символ того, что раньше Адам и Ева жили в такой царственной чистоте Это и символ того, что супруги жили целомудренно до брака Это и символ некого царственного мученичества Потому что все-таки семья – это некое, как раньше говорили, мучение Потому что ради друг друга мучение Потому что люди ради друг друга начинают свои какие-то хотения, свои желания Умучивать, делать их минимальными Поэтому это и символ мученичества Но в первую очередь эти венцы, царские, королевские венцы Это символ царственного значения брака И примечательно, что раньше на Руси использовались Именно так называемые княжеские венцы Как обручи такие Некие диадемы с драгоценными камнями И с 17 века, уже под влиянием Запада, они стали похожи на короны Сначала западноевропейских монархов, а потом уже на короны русских царей Недалеко от центра Ульяновска в сторону севера На улице Верхняя Полевая находится старинный деревянный храм Во имя иконы Божьей Матери Неопалимая Купина Его история начинается с обретения главной святыни Иконы Божьей Матери Неопалимая Купина Ее заказал на Афоне некто из благочестивых жителей Симбирска История умалчивает, по чьей конкретно просьбе И на чьи средства была написана эта икона Но точно известно, что она изначально приобретена для жителей поселка Куликовка В праздник Успения Божьей Матери 15 августа 1911 года В Симбирске в три часа дня на железнодорожном вокзале Состоялось большое торжество Встречи прибывшей со Старого Афона иконы Неопалимая Купина Икону встречало духовенство Тысячи жителей Симбирска и окрестных деревень И даже исполняющий дела вице-губернатора Князь Андрей Александрович Ширинский-Шахматов Поначалу эту икону поместили в храм всех святых Этот храм до настоящего дня не сохранился Находился он на том самом месте, где сейчас находится дом культуры Чикавы Там была вот эта церковь всесвятская и находилось кладбище Храм был небольшой И когда народ градус Симбирска приходил на поклонение к этой иконе То места там было мало Через полгода, когда икона еще находилась во всех святском храме Было замечено, что по молитвам перед иконой совершаются чудесные исцеления К ней стали стекаться православные из самых разных сословий города и окрестностей Весть о чудесах от новоявленной иконы очень быстро распространилась В Симбирск стали прибывать паломники из Сибири, Крыма, Кавказа Помощь Божьей Матери получали даже иноверцы Известен случай, что даже одна женщина-татарка, придя в храм И перед этой иконой молясь по-своему, получила исцеление Всехсвятский храм не стал справляться Он не мог вместить всех желающих для поклонения этой иконе Для того, чтобы дать возможность всем желающим приложиться к этой иконе Было решено создать на Куликовке хотя бы временный храм И вот в 1912 году у одного почитателя чудотворной иконы, жителя Симбирска Явилась мысль, пока не построен новый, большой и благолепный храм Для помещения новоявленной святыни Устроить в поселке Куликовка временную деревянную церковь Где бы могли совершаться и молебны перед иконой Без стеснения прихожан Всехсвятского храма Этот храм, в котором мы сейчас находимся, он и был построен как временный Буквально за полгода его возвели Он имеет очень простую архитектуру И здесь была помещена наша святыня И здесь был поначалу, своего притча не было Священники, которые служили здесь, были приписаны к храму Всесвятскому Но регулярно здесь совершались молебны и окапесты пред иконы Божьей Матери Неаполимы Купина 28 сентября 1912 года указом Святейшего Синода при Богородице Неаполимовской Церкви Был открыт самостоятельный приход Одновременно к храму назначен свой собственный притч Из одного священника и одного псаломщика Богородица Неаполимовская Церковь стала самостоятельной В новом храме было устроено два престола Главный во имя иконы Божьей Матери Неаполимы Купина И предел во имя Святой Великомученицы Варвары По внешнему виду новоустроенный деревянный храм был очень прост И за сто лет своего существования практически не изменился В отличие от современности, лишь была крытая паперть у западного входа И небольшой купол над восточной частью храма Алтарь был по сравнению с нынешним почти в два раза меньше Колокольни не было, колокола находились на звоннице Которая располагалась с северо-восточнее алтаря В течение двух-трех лет планировалось собрать определенное количество средств Для возведения капитального храма Но огонь революции, затем Первая мировая война Разрушили эти планы Строительство храма так и не началось А этот временный храм так и стоит В этом году ему исполнится 107 лет История его богатая Он пережил все страшные годы атеистического безбожия Надругательство еретиков, раскольников В 1944 году храм вновь стал православным Он был заново освящен И уже с этого времени здесь службы совершаются постоянно И духовная жизнь продолжается до сегодняшнего дня В 1989 году была образована Ульяновская епархия Сюда был назначен епископ Прокол Хазов Его усилиями началось возрождение нашей епархии И в Ульяновске вот самым большим действующим храмом Был храм Неополимый Купины Поэтому ему был присвоен статус Кафедрального собора Постепенно здесь Совершался ремонт Алтарь, который был Маленьким, был расширен до большого Увеличен штат Священников, ипподеканов Псаломщиков Вот здесь началась такая вот Яркая такая духовная жизнь Можно сказать даже золотой век, наверное, Неополимовки Потому что богослужения были очень торжественные Народа было очень много В последние семь лет в храме идут усиленные реставрационные работы Была проведена экспертиза храма И срочно были приняты по результатам экспертизы Меры по сохранению храма В первую очередь был фундамент восстановлен Затем были полностью заменены деревянные рамы Окна новые были поставлены Затем внутри была совершена покраска храма И сделано совсем новое крыльцо Вот крыльцо было сделано даже с теплым подогревом Чтобы в любое время и в непогоду и в холодное время крыльцо оставалось теплым И это очень удобно прихожанам Сейчас в храме реставрируют иконостас Дело в том, что в 70-х годах прошлого столетия иконостас был полностью покрыт сусальным золотом Но на сегодняшний день оно полностью осыпалось И поэтому решили обновить Работа практически завершена Храм преобразился Отличительной особенностью храма является огромное собрание икон Во времена лихолетия неополимовский храм Один из немногих не был уничтожен И действовал в послевоенное время Поэтому сюда стали приносить очень много икон из храмов Которые были закрыты Так здесь появилась старорусская икона Божьей Матери Долгое время именно в этом храме была икона Спаса Нерукотворного Которая находилась на вратах града Симбирска Когда Спасский монастырь был возрожден, то эта икона была передана в эту обитель Но сейчас в Неаполимовском есть копия иконы Спаса Нерукотворного Кстати, особой гордостью храма является иконная лавка Ее построили недавно Здесь есть все необходимые атрибуты для православного христианина Рядом с основным храмом, с его северной стороны, находится еще один храм – крестильный Изначально он строился как дом для притчи Там некоторое время жили священники и псаломщики Потом это здание передали под детскую амбулаторную клинику Совсем недавно, в 90-х годах прошлого столетия, дом был возвращен церкви И там оборудовали крестильный храм Там тоже сделан ремонт и созданы все условия, чтобы можно было крестить и маленьких детей, и взрослых Также есть класс катехизации Здесь люди попадают в атмосферу комфортную и духовную Перед крещением с желающими креститься ведут согласительные беседы В храме оборудован, как положено, престол И два раза в год там служатся литургии для детей воскресной школы Здесь все создано для внимательного слушания Слова Божьего и принятия крещения Статус кафедрального собора сохранялся за Неаполимовским храмом до ноября 2010 года Когда архиерейская кафедра была перенесена в Воскресенско-Германовский собор Однако статус собора за Богородицей Неаполимовским храмом сохранен И настоятелем его продолжает оставаться митрополит Симбирский Новоспасский Симбирский Новоспасский 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 Нов